Всем привет! Как вы поняли, это не влог. Я решила снять видео, так сказать, знакомства. А то влоги снимаю и снимаю, а обо мне, в принципе, вы и ничего и не знаете. Ну что, приступим. Как вы поняли, меня зовут Ира. Я родилась в городе Обнинске. Это Калужская область, город Обнинск. Первый наукоград России. Я думаю, кому интересно, может загуглить и узнать про этот город. Очень хороший и интересный город. Сейчас он расстраивается. Он просто обалденный. Я его обожаю. Я в Обнинске ходила в садик, училась, работала. Потом, в 26 лет, я познакомилась с Лешей. Мы провстречались в Обнинске, провстречались год. И потом мы решили уже жить вместе. Жить вместе на его территории, в его родном городе, в Малой Рославце. Я, конечно, очень долго сопротивлялась. Я не хотела уезжать в своего города. Но Леша сказал тоже, что он даже пошел на принцип, что он не будет жить в городе Обнинске. Не знаю, почему. Он не хотел уезжать в Собус, в Малой Рославце. Ну и я, естественно, как хорошая девушка на тот момент, поехала за ним. И тут мы сняли вот эту квартиру. На тот момент она у нас была однокомнатная. Ну, как однокомната? Нам не открывали еще ту комнату вторую. Мы прожили, ну да, три года, наверное, вот в одной комнате. Я продолжала работать в Обнинске где-то, ну, наверное, полтора года я так и работала в Обнинске. То есть я с Малого ездила в Обнинск. Ну, меня это ни капли не напрягало. Но у меня была работа неофициальная. И когда мы уже с Лешей решили создать семью, не просто жить как гражданским браком, а решили создать семью, мы приняли решение, что я уйду с работы с Обнинской, потому что она неофициальная. И устроюсь на официальную работу, и желательно в Малой. Я, конечно, много вариантов искала. Искала варианты с работой. И чтобы я работала так же в Обнинске, даже ходила на собеседование, даже уже должна была выйти на работу, как мне позвонили с работы из Малого, прям недалеко от дома, с хорошей зарплатой. И я в итоге сначала отказалась, сказала, нет, я уже завтра выхожу в Обнинск. У меня была должность администратора магазина, одежды. И я сказала, что нет, я не пойду, и все. Они, ну ладно, нет так нет. Как бы на ваше место есть еще куча претендентов. Я тут же звоню Лёше и говорю, Лёша, представляешь, вот мне позвонили, а здесь зарплата, чтобы вы понимали, в два раза побольше. Лёша говорит, ты что, давай соглашайся, перезванивай, соглашайся. Я говорю, как я перезвоню, если я уже отказалась? В общем, я плачу, меня трусит. В итоге я набралась силы, смелости и перезвонила. Тут мне говорят, давайте, если вы сейчас прибежите, то все, мы вас берем. Я бегом одеваться, собираться, зима была и бегом бегу. Я прихожу, уже этот директор потерял мое заявление, мою анкету, вернее. Она уже провала, потому что я же отказалась. Она ее провала и выкинула, как бы. А я пришла, написала заново заявление и где-то... Ну, и она, все, иди, заново будет эта анкета ходить. В итоге две недели они мне не звонили, я уже расстроилась. Уже думала, блин, и тут отказалась. И это хорошее вроде бы должно с маленькой зарплатой. И здесь ничего не светит. Но так как на этой работе Оминский мне помогла эту анкету взять, тяжело эту анкету достать было. Знакома, я звоню своей знакомой, ну что там? Она говорит, ой, сейчас я узнаю. Подходят, говорят, тебе сегодня должны позвонить. И да, действительно, мне позвонили. Сказали, едите оформляйте, все, документы, т-т-т, и все, выходите. В общем, я вышла. Очень долго я что-то начала об этом рассказывать. В общем, я вышла на работу. И где-то через, наверное, да, полгода мы решаем с Лешей подать заявление в ЗАГС. Вернее, мы очень долго к этому шли, и у нас то денег не было, то мы сомневались, ну как у молодых, ругаются, мерятся. То я очень долго плакала и билась головой об стену, в кавычках, что я не хочу жить в Малорославце, потому что я хочу ехать в Обнинск, и уже собирала много раз вещи из-за того, что я просто не хочу жить в Малом. В общем, с горем пополам мы подали заявление в ЗАГС, и где-то недели через две я узнаю, что я беременна. Это была очень радостная новость, потому что для меня это был долгожданный ребенок и беременность. Я очень этого ждала, потому что мне уже было почти 29 лет, и мне все уже говорили, ой, да ты уже старородящая, ой-ой-ой, ай-яй-яй, как же это все страшно. Так что, все, я рада, что я беременна, и вообще я в восторге. Потом, ну, естественно, я ушла в декрет, и потом через 9 месяцев я рожаю свою дочь Арину, нам открывают комнату вторую, и мы живем уже в двухкомнатной. Рожаю я Арину уже в 29 лет, ну, уже полтора года, мы уже как родители, статус родителей. Я мама своей дочери Арины, и сейчас мне уже 30 лет, к сожалению. Ну, и продолжаем жить в городе Малый Расславец. Потом в декрете мне стало скучно, я начала заниматься ногтями. А, нет, это еще не до декрета, это я еще работала. Я решила открыть интернет-магазин. Я сначала договорилась с девочкой, у которой покупала вещи через интернет, что я буду ее вещи выкладывать на свой сайт, покупать у нее за ее цену, но продавать со своей ценой, то есть это у меня получалось там на 300, на 400, на 500 рублей бывало дороже вещи. У меня покупали, потом я решила поехать в магазин, вернее, на рынок, в Москву, типа Черкизу, знаете, этот садовод, и мы поехали с друзьями. Друзья умные люди купили себе вещи и детям, а я, глупая женщина, накупила вещей на продажу. Ну и как вы думаете, продала ли я что-нибудь? Ничего. В итоге я все эти вещи раздарила, у меня бизнес не пошел. Потом уже перед декретом я решила заниматься ногтями. Тренировалась я, тренировалась на свекрови, на себе, на муже, но тоже как-то быстро у меня это все не понравилось. Все это так и лежит. Благо, что не особо много набрала, всего лишь на 5000, но тоже, извините меня, деньги. Ну и все. Потом, когда уже я сидела в декрете, и уже перед дне рождения моей дочери, перед годиком моей дочери, моя кошка как всегда портит мне кадры, я начала делать единичку. Вернее, мне посоветовала подруга, ну как посоветовала, она делала своей дочери моей крестницы единичку, я увидела и захотела тоже сделать. Начала их делать, и я загорела, что я их буду делать на продажу. Но тоже это у меня не прошло, и я очень долго думала, и хотелось, чтобы я развеялась, и чтобы у меня был какой-то интерес, потому что я уже поняла, что я схожу с ума от того, что у меня не хватает общения, у меня все не так, у меня еще депрессия. Очень долго, кстати, у меня была послеродовая депрессия, для меня это было ужасные времена, если честно. Иногда мне кажется, что у меня до сих пор это депрессия, бусы родовая. Но это я вам тоже, может быть, потом когда-нибудь расскажу. И так вот, и тут мы стали смотреть с Лешей очень прям так плотненько YouTube. Ну, вернее, мы его всегда смотрели, а здесь мы стали смотреть YouTube, и я начала находить блогеров, которые снимают влоги. И, знаете, мне это так понравилось, и, в общем, мне это понравилось. И я Лешке говорю, я хочу тоже. В общем, долго-долго я думала, 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 и в итоге я сняла видео, по-моему, на Новый год. Да, на Новый год я его сняла, и 2 января 2018 года я выложила видео. Конечно, сейчас это, если видео посмотреть, это такой стыд, там не видно моего лица, там снимаю окно. В общем, это жесть. Назвала я свой канал ИЮТВ. На самом деле я хотела снимать влоги, но не хотела показывать своего лица и не хотела показывать лиц окружения своего, то есть моя дочь, своего мужа, все, кто будут попадать в кадр, я не хотела показывать их лица, то есть снимать вот так. Представляете, какие были веселые влоги у меня? Ты безголовый. Ну так вот, потом думаю, ах, буду показывать себя. Стала показывать себя. Долго не показывала своей дочке, вот так снимала ее. Потом думаю, да ладно, уже влоги так влоги, уже снимать так снимать. Начала снимать и дочь свою. Потом уже по чуть-чуть стала и друзей там снимать. Когда спрошу, когда не спрошу, можно ли вас снимать. Ну, в общем, ну, чаще, конечно, спрашиваю. В общем, начала снимать и поняла, что и ЮТВ как-то не котируется к моим влогам. Надо придумать какое-то название. Очень долго думала. Думала, такое название, такое. В общем, решила назвать дневник Мама. Но так как на меня уже начали подписываться, там было небольшое количество подписчиков. В принципе, оно и сейчас не особо большое, но на тот момент еще было меньше. Я думаю, так как они меня уже знают, как и ЮТВ, оставлю я это ЮТВ. И поэтому назвала дневник Мама и ЮТВ. Вот так вот получился у меня вот такой канал. И знаете, честно сказать, я начала как-то расслабляться. Мне кажется, у меня больше стало общение. Да и, честно сказать, немножко самооценка поднялась, потому что после родов я неслабо поправилась. то канал немножко меня как бы отвлекает. Ну, в принципе, все, что хотела и все пока что я не подготовилась. Я не писала себе такой текст, куча текста, чтобы как-то это разложить все по полочкам. Рассказывала так, как у меня идет. Шло поэтапно от каких-то дней до нынешних дней. Ну, а сегодня решила отснять вот это видео и уже выложить вам и познакомиться. У меня появились уже новые подписчики, которые иногда мне пишут комментарии, на что мне очень приятно. Слава богу, пока что нет отрицательных комментариев. Я надеюсь, они если будут, но такие будут. Хорошие, ну, как бы не сильно жесткие. Потому что пока что к плохим комментариям мне кажется, я не готова. До сих пор, кстати, стесняюсь снимать на улице, поэтому иногда я снимаю видео не вот так, как видите вы меня сейчас, а вот так. То есть я иду и поглядываю глазами, и поэродически оглядываюсь, нет ли никого. И вот так вот это снимаю, что типа я там просто что-то ищу. Надеюсь, что все это со временем пройдет. Потому что канал еще, как бы так сказать, молодой. вот поэтому я еще неопытна. Снимаю я на телефон, но тоже очень мечтаю о камере. Надеюсь, у меня эта мечта сбудется и будет у меня камера. Очень хотелось бы. Это так вот вдруг у меня муж посмотрит это видео. Мало ли. День рождения же скоро. Не за горами. День рождения у меня в декабре, 18 декабря. Вот так что вот такие дела. Ну вот, вкратце я рассказала вам небольшую историю о себе. Есть, конечно, какие-то еще моменты, но которые я хочу рассказать в отдельных видео. Это я все расскажу, но уже чуть позже. Если вам что-то стало интересно или что-то вы не поняли, то пишите комментарии, я всем отвечу. Ну а на этом пока!